199 сообщений о происшествиях и преступлениях поступило в дежурные части полиции города и района за прошедшую неделю. Возбуждено 11 уголовных дел, по горячим следам раскрыто 6 преступлений. 16 июня в дежурную часть МВД России поступило заявление от жителя поселка Оридиш. Он сообщил, что у него из дома украли имущество и деньги. Ущерб оценивался в довольно крупную сумму. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления изобличен 37-летний житель того же поселка. Преступник свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации. 14 июня в полицию поступило заявление от жителя города Луга о том, что находясь в одном из домов, расположенных в деревне Ретюнь Лужского района, его знакомый отобрал у него телефон и избил. В отношении обидчика по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 1. 7 июня поступило телефонное сообщение о том, что в садовом товариществе «Рассвет-1» Мшинского массива ездит машина с нетрезвым водителем за рулем. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия и задержали уже знакомого гражданина. Он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз уголовного наказания нарушителю избежать не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье 264, пункт 1. 3 июня в половину девятого вечера сотрудниками ГИБДД у дома по улице Рабочая в поселке Толмачево был остановлен автомобиль, водитель которого управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1. 2 июня в дежурную часть МВД России поступило заявление от сотрудников магазина Вимас, расположенного в городе Луга, о том, что в магазине совершена кража товара на крупную сумму. Сотрудниками ОМВД России принят протокол явки с повинной от Лужанина, который пояснил, что в этот день он совершил хищение товара из торгового зала магазина Вимас, но был задержан работниками магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.